Всем привет! Сегодня наш завершающий день в Истамбуле. Жабаки на этом мосту никогда не заканчиваются. Даже когда шел дождь, они стояли. Настя нашла себе макия. Это суббота, это пол первого дня, это истекляль. Халмачить мы сделали вывод, что все-таки они немножко хитро-хопенькие. Ну сколько стоит у вас? В долларах или в лирах? В лирах. Лирах. Привет всем, кто смотрит, куда глаза глядят, куда глаза глядят. Ура! Ура! Все окей? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Спасибо. До свидания. Я чувствую, нас ждет веселая поездочка в аэропорт. Как сейчас поедем? Я буду в сторону езжать до Капаташи. Куры опаздывают на самолет. Вообще, как будто в спорте зал 3 часа сходил. Всем привет! Сегодня наш завершающий день в Стамбуле. Мы едем на пешеходную улицу. За сувенирами в Галатской башне. Для тех, кто не желает пользоваться общественным транспортом, в том числе и паромами, есть коммерческие прогулки по Босфору. Если слышно на камеру, то вот как раз их сейчас называют за 15 лир покататься по Босфору. Они здесь ходят, предлагают, особенно выходные, так что без прогулки по Босфору вы точно не останетесь. На самом деле рыбаки на этом мосту никогда не заканчиваются. Ночью идешь, они стоят. Днем идешь, они стоят. Рано утром они стоят. Это прям какое-то вот хобби. И причем не бывает так, даже когда шел дождь, они стояли. И у меня нет объяснения этому явлению. Это скорее всего как какое-то массовое культурное мероприятие. И скорее всего именно вот эти рыбаки поставляют рыбу для балыгок МЕК, которые внизу готовят в ресторанах. Потому что пахнет везде рыбой, да? Да, но это не точно. Все, Настя нашла себе магнит. Четыре за десять. Что, Настя, какие берем? Мне такие так нравятся вообще. Ну сейчас пробуем думать. Здесь будем брать? Ну вот давай возьмем четыре здесь и еще пойдем. Такие вот симпатичные мечети. Маленькие совсем за пятнадцать. Вот эта побольше за двадцать. Совсем большая за тридцать. Галатская башня двенадцать. Двадцать пять. Вот такой вот деревянный трамвайчик, заснимет хорошую погоду, курсирует по улице Истекляль, по пешеходной улице. Он полностью из дерева и называется у Ностальжи трамвай. Потому что действительно трамвай из прошлого. У меня лиры нету, так что. Дети реально везде просто. Вообще. Они даже в Стамбуле. У меня лиры нету, так что. Это суббота. Это пол первого дня. Это Истекляль. Где всегда очень много народу. Ты ощущаешь себя где-то в центре вселенной. Где все движется. В центре муравейника, скажем так. Все двигаются, все танцуют. Все что-то играют. Очень много музыкантов. Очень классно здесь в общем. Истекляль это супер улица. Вот так катается трамвайчик. Все знают, что ребята едут с зайцем, но никто их оттуда не снимает. Он едет медленно, поэтому это не опасно. Ты даже в своем образе говоришь. Прикольно. Как ни странно, но самые дешевые сувениры на улице Истекляль и на спуске Галатской башни. То есть там говорили на египетском рынке, в магазинах, где-то в бутиках. Нет. Как ни странно, мы купили магниты за 10 лир 4 штуки. Вот там, где начинается подъем с Галатской башни. И сейчас мы заходим в магазин Инсан Китап. Здесь мы хотим купить маленькую скульптурку в Голубой мечети. И для моей векушки любимой карандаш с мишкой. Вот, там 30 такая, здесь 25. Здесь 25? Да. Там 30, да, было? Мне вот эти вот нравятся собачки. Да, они как живые. Сова. И вот эти птички просто. И котики такие малыши. Как всегда, атрибут всех магазинов. Котяры. Hello. Вот такая вот медвежонка я купила в своей векушке. За 10 лир, конечно, разорение. Ну ладно, для векушки можно. Все, Настя, у нас довольна, Юля. Настя довольна. Купили Голубую мечеть. Конечно же, не саму Голубую мечеть, а маленькую макету Голубой мечети. Купили векушке подарок моей сестреночке, с которой мы гуляли по Питеру вместе. Что, сейчас идем за складостями? Идем за складостями. И искать бандурму. Да, искать бандурму. И двигаться к аэропорту. Эх, неохота уезжать сейчас. Уезжать, правда, неохота, потому что... Сейчас приедешь, там снег. Даже дело не в этом. Стамбул это сказка. Ну, минус 15, это не самое худшее, что бывает в нашем городе. Но Стамбул это сказка. Стамбул это красота. Стамбул это просто невероятный колорит. Стамбул это... Невозможно описать словами, его нужно увидеть. Крутой город. Обалденный. Чуть не сказала, что родители. Для тех, кому может понадобиться, знаете, что российское посольство в Турции прямо на улице Стекляль. Вначале около Галатской башни. Сейчас мы вам покажем, как нужно переходить дорогу в Стамбуле. Вот Настя уже тут по бордюрам шастает. Как местная, короче, уже. Да. На самом деле в Стамбуле не существует понятия светофоров. Все как хотят, так и носятся по дорогам. По диагонали, прямо, криво. Мы уже тоже так и научились делать. Красный, не красный. Машины остановились, можно идти, значит. Да-да-да. Иначе будете стоять 100 лет. И это я не проявляю. Чтобы рыбаки не голодали, вот такие вот молодые люди разносят булочки на голове. Как в Индии. Как в Индии? И это? Это 60. Сегодня... 35. 35? Да. Да. 35. Мы купим здесь. Я куплю здесь. Нет. 2? Нет, другую цену называй. Это 35. Это 16. Да. Вари, молодой человек, да. Мы купим здесь. Да. Оливая цена, чтобы рыбаки не пропустить. Немного килограмма? Оливая цена. Около. Это 16. Немного. Около. 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 Да, и разоград. В общем, в очередной раз мы сделали вывод, что все-таки они немножко хитро-попенькие. Продавцы, я не говорю про всех, я именно про продавцов. Конечно же, им хочется на туристах, как и во всех туристических местах, срубить денег. Два дня назад, когда мы здесь были, нам говорили, что крайний лукум стоит... Ну, лукум, что это такое? В общем, сладости турецкие стоят 35 лир за килограмм, которые посередине 60, и которые самые дальние 90. Сегодня мы пришли, нас встретил другой молодой человек, и он говорит, что крайний, значит, 60, 50, которые посередине 70, и которые это больше 100. Ну, я такая подзависла, и начала с ним спорить. Он английский нифига не знает, я все слова забыла. Когда уже он ушел, я вспомнила, что нужно было говорить. У меня просто в таком возмущении было. В итоге он такой, счете файф? Окей. Ну, типа, то есть, короче, если бы я сказала 25, может быть, и за 25 нам бы отдали. Но суть не в эту. Суть в том, что мы купили так, как в первый день, торгуйтесь, все-таки торгуйтесь. Если вы хоть чуть-чуть знаете английский, или еще лучше татарский, турецкий, надо торговаться прямо вот вообще с рогами, стоя на своем. Потому что, особенно там, где нет цен, как правило, накручивают в 2-3 раза однозначно. Сейчас мы идем искать дундурму все-таки. И я довольна. Вот эти вот сладости едут с нами в Уфу, к нашим родным. Не знаете, сколько, девушка? Ну, сколько стоит у вас? Какой, если доллар или лира? Лира. Лира. 90 лир. А в рублях? А в рублях? А тысяча. Движдле, движдле, движдле. Движдле, деванадцот. А? Движдле, двадцот. Двести встыно? Да. Двести? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, спасибо. У меня все есть, спасибо. Брат, десять рублей можно? Движдле, движдле. Пожалуйста, чуть-чуть попомолчен. Пожалуйста. Тебе дайте мне жена. Мина жена, это Россия. Так, дай мне, пожалуйста, десять рублей, брат. Вот, вот, вот. А, э, пожалуйста. Нет, спасибо. У нас все есть, спасибо, не надо. дома все есть до минусе это погрузить 500 рублей это чуть-чуть понимая дай чуть-чуть по помочь ну правда не надо честно все есть после волшебрус вам спасибо джорджи арманины и себе лакос лакос до помочь 150 было двадцать пять долларов что так горит дорого два штука пили настоящий это оригинальный сэм сэм сама дожжи черный маркетинг посмотри на не надо купить иди сюда не открывай не открывай что-то говорили что-то говорили и вон миллион два штука пили один штука тебе подарок не надо подожди не надо открывать подожди подожди а ну-ну-ну-ну-ну ханюха-панюха наверное чеки к мультик а волл.э эвлатму камера сваларда очбаке и мрук передай привет привет ахахаха ахахахахахаха не проблема привет вы фор youtube 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 нет есть нет ахахахахаха чек меня камера камера не проблема скажи привет всем подписчикам куда глаза глядят привет всем привет всем кто смотрит кто смотрит куда глаза глядят куда глаза клесят иди сюда чуть-чуть говори не надо куб два штука пили два штука подарок четыре штуки за пять все мы сегодня домой идти уже все уже все истратили все деньги истратили все деньги у вас оставили вот раньше вы чуть подошли 2 штук подарок тебе я черный маркет у нас уже ли вообще денег ноль рублей 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 деньги не мог рублей 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 не могу спасибо не надо честно иди сюда иди моник лангкон монет за все миллионы три штук нет 50 40 40 коко шанель сюда подарок зашли сумку вытащили за все 40 за все 40 за все 40 3 нет 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 спасибо зачем нам столько даже не нет спасибо налет бумаги да 40 40 Fu ну млет nos пол Мамед, подожди, 40 долларов. Камера, нет проблем с YouTube. Рубли, рубли. Нет, нет, спасибо, честно. Ну правда, все классно, но правда нет. Вы классные, а это все классно. 35. Сейчас бесплатно отдастся. За всю 35. Бударок купили, твоя фамилия, бударок купили. За всю 35. Рубли, нет проблем. Нет, нет, спасибо. Ну правда нет. За всю 30. За всю 30. Я говорю сейчас это. До нуля дойдем уже. Нема проблем 30. Не надо, правда. Ну ладно, подарок купили, мама, папа, бойфренд, сестра. Бойфренд, husband. Нет, husband. Подарок купили. 30. Камера 30 долларов. За всю. Один, два, три, шесть, четыре. Камера. Не, ну спасибо, ну правда. Ну нет. А моя ладниша не заняла. Утек я ладниша. Ну правда нет, честно нет. Ну нет. Пять штук за всю 30. Пять штук за 30. Пять штук за 30. Пять штук за 30. За всю 30. Ну это просто так. ОК. Что-то пошло не так. Они все убежали. Это было прикольно. У них здесь есть подсадные ребята. Вот сейчас, которые здесь ребята сидели, они бдят, выискивают и дают сигнал. Я так поняла, что как бы они все вместе. То есть, грубо говоря, мы сели здесь, туристы, они же не будут ходить, каждому подходить. Мы сели, сидим, кайфуем. Они дали каким-то образом сигнал, может, ватсап, вайбер, не знаю. Я тебе, хоп, сразу один сюда пришел. Ага, у одного не получилось. Дай-ка второй раз сюда пришел. Причем они спалили, что у нас есть камера. И они ему говорят, камера, камера. У-у-у, серьезный. Ну и дальше уже вы сами видели. Ну, короче, если вы хотите, вы можете купить паленые духи. Пять коробок за 30 долларов. Пять коробок реально за 30 долларов. Да, если бы они реально нам были нужны, то мы могли пять паленых туалетных водичек себе приобрести. Я никогда не поверю, что настоящую туалетную воду будут продавать за 30 долларов пять пачек. Короче, мы поняли, в чем проблема. Здесь ходят спецслужбы и проверяют всех вот этих уличных. Они ходят в гражданке, у них нет никаких опознавательных. Они в черном такие. Да, они все в черном. И вот там вот я вижу, что у них есть какие-то опознавательные знаки, кассовые аппараты. И вот сейчас мужчина, который к нам первый подходил, они его поймали, забрали у него пакет, забрали у него все, что в карманах было. И вот сейчас составляют на него акт. Поэтому вот вы видели, как убежал наш продавец, который готов был за 30 паксов нам отдать почти весь свой пакет. И вот сейчас вот который второго, мне даже его чуть-чуть жалко. Там не он один, там их дофига. Они стоят, составляют. Так что вот эти вот ребята, которые сидели, они не только дают сигнал о туристах, они дают сигнал, кто здесь что ходит. Наблюдают, где, скажем так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, Майтар! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! В Турции нет стандартного мороженого, в Турции дундурма, за счет какого-то определенного компонента, не буду врать какого, не знаю, она такая тягучая на вкус, такая прям вот тянучка какая-то, то есть ее прям сжевать надо, не просто так вот лизнул и оно растаяло, а прям реально прям... Вгрустяательно! У Антошки шоколадная, у меня писташка, хотя Антошка не говорил, что ему шоколадная, ну это видимо как и дело случая. Несмотря на то, что наше знакомство с Истамбулом началось не очень приятной ситуацией, когда нас обманули с номером, мы путешествуем бюджетно, мы это не скрываем, мы берем эконом-номера, но то, что нам предложили изначально без окна, в подвале, с невероятным запахом, нас не устроило, поэтому одну ночь мы переночевали действительно в подвале, все-таки на следующий день нас переселили, то есть ситуация разрешилась. Номерочек простой, вот сейчас я его покажу. Отель Деморе называется, если кому-то интересно, адрес мы прикрепим. Две кровати, прикроватная тумбочка, есть шкаф с вешалками, что немаловажно, отопления здесь нету, есть кондиционер, как раз-таки очень нас выручал, мы грелись первые дни, когда было прохладно, ставишь на 30 и дома Ташкент. Телевизор, который мы включили один раз, чтобы чисто глянуть, что там показывают. Единственное, что немножечко неприятно, ни разу не убирались, хотя мы оставляли ключ, просили, но это не суть важная, мы здесь всего 5 ночей переночевали. А также ванна, душ, фен, предназлежности нам давали, получается шампунь и мыло. Единственный минус, безбожный утек унитаз. Заплатили мы за этот номер 103 евро, они берут оплату в основном в евро, поэтому лучше сразу поменять, потому что турецкая лилия, они могут немножечко не тот курс пересчитать, в свою пользу, естественно. Нормально 17 евро за сутки. Самое топ, мы бюджетные туристы, сейчас мы уже собираемся, скоро нам вылетать. Так хорошо, все едем домой. Да, едем домой. Покажу табличку, сзади Антошки, хотел де Маре. Пятиэтажный отельчик, такой мини-отельчик, гостевой дом. У этого хозяина очень много отелей, на самом деле, как нам сейчас сказал наш администратор, она постеснялась сказать на камеру. В основном в таких отелях ресепшн персонал, это азербайджанцы, таджики и узбеки, как сама девушка это сказала. И действительно так и есть, вот обращала внимание, ну и также рабочая сила. В аэропорт мы выезжаем заранее, потому что, хотя написано во всех путеводителях, что из центра до аэропорта с пересадками на скоростном трамвая около 20-30 минут, это вранье. На самом деле, даже если вы хорошо разбираетесь и прям бежите, как суслик между всеми переходами, займет это у вас около часа. Сейчас мы ехали. Да, около часа, потому что трамвай, он, конечно, скоростной, но на линию выезжают мотоциклы, мопеды, скутеры, выходят люди, машины и прочее, поэтому не такое уж у нас скоростное получается, особенно сегодня, несмотря на субботу, кипиш на улицах еще тот. Почему трамвай, а не такси? Такси от аэропорта до центра стоит примерно 60 лир. Мы же доезжаем за 4,5 из Истамбулкар, поэтому вывод очевиден, так ведь? Я чувствую, нас ждет веселая поездочка в аэропорт. Люди не умещаются даже. Я не знаю, что делать. Как сейчас поедем? Прямо в ту сторону езжать до Капаташи. У вас уже нет времени столько. Ну что, следующий трамвай надо крутить из носа, залазить. И в ту сторону смотрим, но в ту сторону не такую полную. Мы не ожидали такого столпотворения, едем в другую сторону, к порту именионю, чтобы в обратную сторону потом поехать более свободно, чем мы с нашей сумкой просто тупо не влезем. Потому что вся толпа, которая на остановке стояла, они тупо не влезли в ту сторону. Так что время надо закладывать все-таки побольше. У Насти суперручка. Да, зонтик пригодился не только для дождя. Знаете, как доехать до аэропорта, сидя? Сначала по другую сторону, потом в другую сторону. Всего 6 остановок лишних сюда, ну и соответственно 6 обратно. Ну иначе никак, мы еле залезли с сумкой в ту сторону. А представляете, если бы мы пытались, стояли там примерно столько же по времени было, что? Куря, опаздывает на самолет. Надо быстрее. Просто без комментариев. Просто no comments. Короче, мы практически опоздали наш рейс. И мы отделались очень легко. Мы-то платили 45 евро за наш багаж. И зашли за 10 минут добычу. Я просто вообще, как будто в спортзал 3 часа сходил. Сожгли точно все, что сожрали с этих коньяков. Понтовались, понтовались, короче. Потому что на аппаратчик уезжал. Ко-ко-ко-ко. Но в итоге наше метро попало в аварию. Трамваи сегодня не ходили до нужной станции. Все, все препятствует просто нашему вовремя прохождению. Это наука. Это малые потери. 45 евро. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего вечера. Будьте с приключениями, но мы все-таки добрались до Москвы. Сейчас мы покинули аэропорт Внуково. У нас столько адреналинчику мы хапнули в последние часы наши в Стамбул. Более, что просто невероятно. И так как все это было. Изначально мы закончили на том, что мы едем на Каботаж. И мы выяснили, что мы забыли сумку с сувенирами. Это был просто взрыв мозга. Начали вспоминать, где мы ее забыли. Вспомнили, что мы заходили в Бургер Кинг попить напоследок кофе. Но не могли вспомнить, где мы именно ее оставили. Антону пришлось ехать дальше. Потому что он совсем не знает английский. Я побежала на нашу станцию Чеберлитаж, в этот Бургер Кинг. Забегаю, спрашиваю у рабочего. Я послала, вы говорите по-английски, вы говорите по-английски. Я сама на нем нифига не говорю. Ну и они вообще на нем не разговаривают. Я уже в отчаянии. А, кстати, говорят так интересно, что в стрессовой ситуации я английский знаю намного лучше, чем на камеру во всех этих достопримечательностях. Я просто тупо встала посреди зала. И как заорота. Там аж замолчали все. Я говорю, кто-нибудь из турков здесь знает английский. Такой напуганный парень с гамбургером такой, ну типа я. Я говорю, помогите мне, пожалуйста. В итоге я ему объясняю по-английски. Он менеджеру Бургер Кинга объясняет по-турецки. Она ему отвечает, он объясняет мне. И мы нашли нашу сумку с сувенирами. Но это полбеды. И оказалось, что вся эта толпа народу в метро и в надземном транспорте и прочее была из-за того, что сегодня перекрыли там какую-то вообще линию. И до нашей пересадки, чтобы ехать в аэропорт, трамвай не доехал. Антона высадили фиг знает где. Я ему сказала насчет, какая будет остановка. Когда я на слух поняла, что нас тоже сейчас высадят, я думаю, а где мы сможем-то встретимся в конце концов. Связь нифига не работает, ничего не работает. В итоге все-таки он мою яркую куртку увидел в вагоне. Я увидела его на пуганную моську из окна. Мы-то встретились. Вопрос, что делать дальше? Куда ехать? Мы в панике. Нам час двадцать до самолета. Но это еще полбеды. Опять-таки охранники около скоростного трамвая нифига не знают английский. Но нам подсказали, как добраться до метро. Три станции на трамвае обратно. Метро. И происходит авария в подземке. Вот вы представляете, насколько Стамбул нас не хотел отпускать? Это просто невероятно. Мы стоим, у меня уже просто мне хочется плакать. Я знаю, у меня на посадочном талоне написано, что наша победа заканчивает за 25-м посадку. Да хрен с ней с посадкой. Он заканчивает прием багажа за час. Нам подсказали, что все-таки сейчас метро поедет. Там что-то разберутся. Мы поехали. Вы представляете, мы прибегаем по аэропорт за 40 минут до вылета. Да, у нас онлайн-регистрация. Ну, кто не был в этой тюрке, тот просто не представит себе, что это за аэропорт. Домодедово отдыхает, если его соединить еще с каким-нибудь аэропортом. В итоге мы начинаем носиться по этому аэропорту. Вы знаете, мне кажется, вот все, кто смотрел на нас, сразу поняли, что мы снационалисты. И тут мы находим таких же, как и мы. И начинаем носиться вчетвером. В итоге всех растолкали. Сори, 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 сори. Оказывается, вот сори все знают. Вообще даже наши русские и там и так далее. Я, наверное, раз в 100 сказал слово сори. Мы перелазили через канаты. Мы перелазили через вот эти все ограждения. Мы просто всех растолкали. В итоге все-таки с потерями нас пропустили на борт. Нам сказали, что если вы хотите, чтобы багаж полетел с вами, короче, 45 евро. Ну, за багаж. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что адреналинчиком мы хапнули от души. Мы потом на щечах. Мы хотели спать. Какой там спать? Все, вообще сон пропал. Все пропало. Суть в том, что Стамбул прекрасный город. Если вы хотите посмотреть Турцию, нужно лететь именно в Стамбул. Анталия, Кимер и прочее. Это классные города, хотя я там не была, но я читала, много слышала, смотрела видео. Но это не тот колорит. Вот колорит именно древней Османской империи, это Стамбул. Что нужно знать о Стамбуле? Там два аэропорта главных действующих. Это Ататюрк и Сабих, насколько я знаю. Ататюрк ближе к центру, Сабих ближе к азиатской части. И в целом лучше всего прилететь в Ататюрк, намного лучше в плане добраться. Общественный транспорт офигенно работает. Стамбул город для людей, вот честное слово. Я вам сейчас и говорю, как человек, который в принципе много где был, много чего знает. Но в Стамбуле все продумано. С общественным транспортом это просто сказка. Люди классные, английский знают фигово, впрочем, как и мы в России в основном. Вообще не знают. Да, практически не знают. В какой-то туристической части, может быть, молодежь, да, взрослые люди вообще, кто посмотрел ролик с мужчиной с оливками, вот примерно вот так вот все и общаются. В общем, Стамбул это мечта. Его невозможно показать по видео, невозможно рассмотреть по видео или картинкам, туда нужно ехать. И, как обычно, по нашей традиции я скажу, что все-таки Стамбул в моем сердце. У меня много любимых городов, но Стамбул это просто, это просто вообще, это сказка, честно. А сейчас у нас вечерняя ночная прогулка по Москве, время 12 ночи. Поддержите наши приключения лайками, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, если вам нравятся наши видео, жмите на колокольчик, если вы хотите получать уведомления о выходе новых. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok